Как разглядеть и воспитать одаренного ребенка, а главное, как поддержать юный талант. Сегодня в городской администрации собрались заслуженные учителя, научные работники, титулованные спортсмены и общественники, чтобы ответить на эти, безусловно, непростые вопросы. Участником встречи стал и известный меценат Хастрет Савмэн. Много лет он уделяет особое внимание поддержке детей. Тему продолжит Наталья Истомина. Творческие способности нужно развивать с самого раннего возраста, что убеждены многие учителя. В этом детском саду, который построен на деньги мецената Хастрета Савмэна, есть все для развития малышей. Бассейн, творческие занятия, педагоги используют новые приемы в образовании. В дальнейшем также надо так держать курс, чтобы всех вы удивляли своей способностью. Договорились? Да! Сейчас в Красноярске успешно реализуется ряд проектов, направленных на развитие одаренных детей. Сегодня в мэрии ученые, педагоги, спортсмены и общественники обсуждали главные проблемы и новые формы поддержки талантливых ребят. Нам необходимо, уважаемые коллеги, говорить о внедрении новых форм, развитии новых форм, новых форм, соответствующих требованиям сегодняшнего дня. И что очень важно на сегодняшнем этапе, это формы, в том числе, которые реализуют принципы муниципально-частного, государственно-частного партнерства, что уже давно реализуется фондом «Газретами G2 Часа Мэна». Один из авторов проекта «Красноярский литературный музей» Марина Савиных уверена, не одаренных детей не бывает. Бывает сложно выявить их способности родителям и учителям. Но и эту проблему можно решить, например, проводить в школах специальные тесты. Мы за 20 почти лет в лицее накопили целую копилку всевозможных диагностических средств, которые, в общем, позволяют выявить достаточно рано. Но самое главное, литературно одаренный ребенок очень рано начинает читать и очень любит читать. Основа успеха в спорте – хороший тренер, так считает олимпийский чемпион Евгений Устюгов. Титулованные наставники постепенно уходят, и сейчас их знаний очень не хватает. В то время, когда мы остановились на месте и занимались только СССРской школой, то вся Европа, мир и все остальное шагали дальше. Изучали, делали опыты, ставили эксперименты. И тем не менее, они сейчас чуть-чуть на шаг впереди. Поэтому, еще раз говорю, нужно просто молодых специалистов отправить на обучение. Пусть это будет за границей, пусть это будет Европа. Эксперты советуют прививать интерес детям, а не заставлять их что-то делать через силу, показывать на собственном примере. В воспитании детей, говорят специалисты, важно начинать с себя. Наталья Истомина, Дмитрий Комаров, 7 канал.